Мы хотим на этот раз познакомить вас с человеком, непосредственно связанным с искусством, который смешанно со спортом. В общем, человек очень интересный. Давай сразу представим, у нас в студии к нам присоединилась гимнастка, как мы выяснили, ученица 4 класса Екатерина Минина. Екатерина, здравствуй. Здравствуйте. Ну, а мы тебя сначала будем расспрашивать о твоей, ну, уже, скажем так, профессиональной деятельности. Знаем, что ты увлекаешься гимнастикой, на гимнастику отдают обычно девочек очень рано. Ты в каком возрасте попала на гимнастику? Я на гимнастику попала в 4 года и занималась там практически 6 лет. А сейчас перешла там на современную хореографию, называется клуб Media Dance Company. А как возникла эта идея? Ты сама захотела и попросила у родителей? Или сначала тебе, может быть, кто-то из родителей предложил, а потом уже тебе понравилось? Ну, мне вообще... Мы смотрели уже, куда можно пойти, потому что мы там уже, ну, много были, и уже все узнали, и хотелось продвигаться дальше. И мама предложила там пару мест, мы пошли туда посмотреть, и остановились там на вот этом... Это ты сейчас говоришь о современной хореографии. А вот интересно, когда ты сам маленькая, ну, понятно, в 4 года это, конечно, было решение родителей, и, судя по всему, очень правильное решение, раз так долго уже продолжаются твои занятия. Но вот каково это? Все-таки потом ты пошла в школу, одноклассники, свободное время у них после школы, а у тебя тренировки, потому что это ведь забирает очень много времени. Вот как часто у тебя тренировки? У меня сейчас идут 4 или 5 раз в неделю. Там во вторник, среда, четверг и суббота. И ты не устаешь от этого? Вроде бы нет. А что тебе больше всего нравится вот в гимнастике? Потому что, знаешь, иногда мы вот, когда приходим на работу, мы думаем, я иду на работу, потому что мне нравится общаться, например, с тем-то, с тем-то коллегой. Как у тебя? Вот ты себя как заставляешь идти на занятия? Ну, я вообще не знаю. Мне просто нравится там заниматься, там очень интересно, там девочки приятные, с ними приятно разговаривать, тренер тоже хороший. То есть там целая жизнь бурлит? А гимнастика – это же всегда еще, ну, такое преодоление себя. То есть есть какие-то элементы, которые на каком-то этапе ты еще не умеешь делать, ну, вот хочется научиться. Вот ты какой спортсмен, который ставит себе цель и очень целенаправленно идет, или просто все постепенно, как получится, так получится? Вот какой твой вариант? Ну, я вообще вот целенаправленно иду. Пока вот у меня не получится вот элемент, я, ну, от него не отстану. А есть у тебя кумиры в гимнастике? Наверняка есть какие-то имена, которые тебе нравятся следить за тем, что они делают, как они выступают? Ну, вообще, раньше была вот Ульяна Травкина, мне нравилось. А сейчас я не зацикливаюсь на одном человеке. Много разных людей смотрю и как-то не знаю. И находишь вот какие-то элементы для себя, чему тебе хотелось бы научиться, да? Да, да. А есть что-то вот, чему сейчас хотелось бы научиться, что ты еще не умеешь, но вот ждешь, когда все-таки уже наступит этот момент, что получится выполнять? Ну, вообще, какого-то элемента, не знаю, вроде бы нету пока что. А я хочу научиться, вот мы там учим импровизировать, то есть, чтобы ты сам сделал танец, а не тебе поставили. И вот в этом хотелось бы поучиться, чтобы лучше получалось. А что ты видишь в своем будущем? Знаешь, этот вопрос обычный. Кем ты станешь, когда вырастешь? Ты видишь себя как гимнасткой? Или ты больше хочешь уйти в танцы? У меня вообще много профессий. Наверное, где-то танц, там, тренером быть. Либо я там думала быть парикмахером или что-то такое. Ну, ты еще знаешь, сколько времени, прежде чем придется выбирать профессию. Ну, вот, кстати, мы уже сказали нашим телезрителям, что ты сейчас оканчиваешь четвертый класс, то есть у тебя выпускной, по сути, из начальной школы, дальше идешь в среднюю школу. Вот что касается учебы, часто, ну, есть такие споры, что если человек, ребенок занимается какими-то еще дополнительными занятиями, то он не успевает хорошо учиться. Вот ты как учишься? Да, вроде бы хорошо. У меня все отлично. Сейчас вот мы закончили на прошлой неделе все экзамены писать от четвертого класса. Поздравляю. Спасибо. Успешно сданы экзамены? Да, все. Завтра у нас сказали, что будет выпускной в школе там. А, и дальше у тебя же старший класс начинается. Средняя, средняя школа. Да, средняя, это получается здорово. И в средней школе мы с мамой договорились, что я пойду в колледж балетный. То есть ты все-таки в этой профессии уже планируешь реализовываться и дальше. Все-таки вот что значит правильное решение родителей, принятое своевременно, потому что в 4 года, конечно, сложно сказать, что понравится ребенку. И уж тем более, не знаю, каким должен быть педагог, чтобы в 4 года понравилось выполнять все эти элементы движения. И причем видно сразу, что Екатерина говорит искренне, и, знаешь, нет вот этой заученной речи, что мне очень нравится. А как вот тебе занятие гимнастикой, может быть, помогает в жизни? Есть ли где-то, я не знаю, может быть, на физкультуре? В школе ты справляешься лучше всех. Да, есть такое. По физкультуре легче. И потом в классе, вот когда я иду там на соревнования, приезжаю обратно в школу, то все расспрашивают, как там произошло. Мы показываем видео, как мы выступили. Там, может быть, иногда попросят принести медаль или что-то получила. И ребята тебя поддерживают? Вот это очень здорово. Знаешь, что никто не завидует, а наоборот поддерживает. Я уверена, что ты их воодушевляешь также двигаться тоже к своим целям. Это прекрасно. Мне кажется, нам осталось только одно. Прекрасно, вот ты заговорила прекрасно. Ну да, нам остается только попросить тебя что-нибудь исполнить для наших телезрителей, для того, чтобы всех, опять же, вдохновить и поделиться кусочком прекрасного того, что ты умеешь. Да, спасибо. Тебе спасибо.